Ну а вот где не работают не только в эти минуты, но и вообще всю неделю, хотя нерешенных задач более чем достаточно, так это в Верховной Раде. Заметьте, этот факт уже даже перестал возмущать, он просто вызывает грустную улыбку. Наш парламент вошел в привычный для себя график существования, неделя через неделю. И вот анонсов на следующую рабочую неделю уже более чем достаточно. Главное это, конечно же, пенсионная реформа. Сроки ведь поджимают с 1 октября, то есть ровно через 2 недели, украинцы должны получать уже повышенные пенсии. Причем это должно коснуться как минимум половины из 12 миллионов украинских пенсионеров. А решения по реформе все еще нет. И пока, честно говоря, непонятно, хватит ли коалиции голосов за весьма спорный пакет пенсионных изменений. Что конкретно должно измениться, напомнит наша короткая справка. Пенсионная реформа уже на обозримом горизонте. С двумя тысячами правок документ опять направили в парламент для окончательного депутатского вердикта. В сессионном зале реформу обещают явить до конца сентября. Итак, каких новшеств дать украинцам, работающим и уже нет? Как и обещали, пенсионный возраст как бы поднимать не будут, но при этом увеличат стаж. Минимальный страховой пока 15 лет, но постепенно на протяжении 10 лет его будут повышать до 25. Именно от него и будет зависеть возраст, с которого человек сможет выйти на заслуженный отдых. Минимальный страховой стаж дает право выйти на пенсию в 65. А чтобы покинуть работу в 60, как сейчас, нужно иметь за плечами 35 лет стажа. Те же, кто не работал вообще, могут рассчитывать только на социальную пенсию или же купить недостающий стаж. Вот только удовольствие это будет отнюдь не дешевое. Стоимость рассчитывается по специальной формуле. К примеру, год стажа в среднем обойдется в более чем 10 тысяч гривен. Но при этом пенсии обещают осовременить. Размер выплат будут рассчитывать по формуле. Средняя зарплата за последние три года, соотношение средней зарплаты к собственной, стаж и 1% коэффициент оценки стажа. Его предлагают снизить. Сами пенсии каждый год будут индексировать, а повысить должны уже этой осенью. Каждому пенсионеру обещают добавить от 50 гривен до 1000. Сумма зависит и от размера пенсии, и от возраста получателя. Должны поднять и минимальную пенсию до 1373 гривен. Но это все равно меньше прожиточного минимума. Хотя именно минималку получают большинство украинских пенсионеров. Кроме того, уже этой осенью обещают отменить 15% налог для работающих пенсионеров. Все эти новшества призваны подлатать многомиллиардную финансовую дыру в пенсионном фонде. К тому же проголосованная реформа – гарантия получения очередного транша от МВФ.